так у нас видимо уже заруба посмотрим может быть баттон чек уже был каин корсак вы можете садиться за шестую консоль и лидл панда могут пройти на пятую а тем временем у нас смог зи затащил первый раунд принц металл должен показать джейд все болеют джейд потому что джейд это просто очень сложно а тем более решать доцент мы тебя ждем на консоли номер восемь так с люди не видят что написано консоль какая так второй бой первый бой довольно уверенно взял зи кстати в общем-то это у нас это делать выводы иначе опять курящие пройдут ужасная бомба сметан сметал с ноги ну отказать пытался ну это комбак хорошо стеночки джейд суровый чар и принц металл тащит отлично с ног прессингует бомбами принц металл там минус девять из это не знаю что пытаются подобраться друг к другу показывая путь с игру отлично но смока есть теншин как обычно смок и теншин неразлучные друзья порит порит волкам бузи бросочек помогает в этой ситуации у нас финальный раунд мази это мачпоинт мази это мачпоинт мази это мачпоинт отличная комбак просто промахнулся пытается словить на бомбу смок чтобы завершили этот раунд но джейд ловит его опять брейкер есть у смока тоже кто же словит воздушный бросок через кик бампер котик не прошел и краса панч и бросок ну что зи побеждает в этом за кингуша и тоха и это вот в кожаной курточке это кингуша а в белой мальчик с надписью это тоха тоха играет за кунлау кингуш играет за кабала страшный ужасный кабал я так понимаю начинается стандартный прессинг кабала ужасный бросочек через телепорт двойной спин на машин происходит хаос от кунлау поддерживаю тоху я смотрю только этой скилл а кингуша из москвы так что киевские активизируйтесь как-то я не знаю отлично я уже слышу крики тоха давай то есть болеют за тоху ну первый раунд конечно за кингуша но я думаю тохе надо сделать выводы жестокие выводы так ну прошла звездочка в воздушной спин вот хэй 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 как говорят в америке пока что только две секции вообще там четыре но три так кингуша решил не рисковать так кунлау пока что в сложной ситуации конечно у него мало жизней нет теншена и он проигрывает это сложная ситуация но но мы верим что тоха да тоха расслабься чего ты чего ты напрягся так тебя умоляю это всего лишь это же даже не финал расслабься получай удовольствие ну вот тоха получает халявный бар теншена вот все хорошо для тохи пока начинается но спин конечно же спин бросочек так тоха не ведется на эти разводки дешевые кабалы ну опять конечно пригодилась ему вот эта халявная кусочек теншен который он набрал кто не знает теншеном или шкалой так сказать метром можно называть эту шкалу внизу за две шкалы вот этой вот икзы можно порвать любую комбу кроме если это не всякие там веера или шарики какие то их порвать нельзя к сожалению не для шансов но пока что тох пытается телепортироваться много раз вот вот телепортироваться то получается у него но ударить не получается вот в чем проблема и пока что крюки сильнее шляпы ну да ну спины там что-то ждет кенгуша непонятно что он а вот вниз пончом хотел наверное завершать ну вот кенгуш побеждает а на стрим приезжает сникито с юэйт наш чемпион бессмертный и дарк джоли вот я пойду сыграть свой матч так что вроде как не лагающая арена саб-зиро по-моему не очень хороший матчап для кунглау точнее для саб-зиро ну посмотрим чем будет удивлять это классический клон подводит к углу но у него есть телепорт мы знаем краса прессинг захватик не рвется в нашем комьюнити запорол камбу но ничего неплохо слайдик фигзовый телепортик хорошенькая вещь у кунглау вот такой вот ледяной человечек пока не справляется но держится молодцом смотрим второй раунд дайвкик классическая картинка не знает как подойти там же клон все таки на двоечку заканчивает захват кунглау неплохо должна быть шляпка такой вот верхний клон довольно интересно но держится молодцом очень интересно понаблюдать контролирует расстояние саб-зиро здесь на сейфе плотную клон нельзя ставить мы знаем но вот спин хороший паниш неплохо очень даже неплохо вот такой вот добрый день вот он шляпочник пришел 1-0 пока что никитос ведет ремач не меняет персонажа оппонент поставили двух рейденов ноу-блад молодцы профи смотрим раунд 2 телепорт шаровая шкала достается саб-зиро вот она красивая картинка пролетающий кунглау нет ничего лучше контролирует расстояние молодец саб-зиро держится в клоне не дает себя перепрессинговать дроп комба нормально дзоу телепортник это классика на дэмэдж пошел никитос 48 будьте добры экзовый слайд ему нипочем эти шляпы неочемные вот спин это конечно ультимативное оружие этого шляпочника 2-4 шляпка оверхед неплохо брейкер шаровый спин 2-4 оверхед с этой стойки не входит точнее спин интересная особенность кунгла в одной стойке входит вот в другой не входит прессинг он пытается задавить шляпками спин проходит это теоретически да 2-0 никитос победил молодец ребята молодцы ждем наших следующих ребят кто будет на стриме у нас играть так что оставайтесь на связи или в любом случае играет растяпа и сейчас узнаю кто забыл ник барин Вот истина выяснилась. Мегатрон из Кривого Рога и играет с Растябой из Нижнего Новгорода. Такой вот бой международный. Пока что паритет в бою. Растяба делает камбу. Шарик. Куда-то он его запулил там. Чё си, как высоко. Я тоже не думал, что так высоко можно. Ну и вот, наверное, от Мегатрона это конец раунда. Да. Затащил. Колдун. Колдуй давай. Колдовство удается. Прессинг в углу через вниз панч. И наказуемый лифт, который не наказывается. Снова корточные бойцы. Так. Опять корточные бойцы. Срыв. Круг камбы. И шарик из воды этого камба. А, решил не продолжать. Заблочная... Заблочная молния, кстати, которая не анблок была, как, допустим, у того же Найки Вулфа. Она блока был вполне даже. Пока что у Рейна плохи дела. Мало жизней. Проигранный раунд. Так. Комба проходит, но запор это, увы. Счет подери. Ах, тоже запор это камба у Ермака. У Рейна остается шанс. Он делает джамп-панч. Проводит камбу. И да. О, хорошо затащил. Не сдался. Молодец. Не сдался. Очень хорошо. Конечно, если бы Вермак доделал, то камба он да выиграл. Ну, если бы до Кобыки. Так. Лифт. Комба. Хорошо. Шарик. Заточил его в шарик. И это 3-4%. Очень неплохо. Ох, опять лифт. Что же? Что же ты это делаешь? И снова нервничает явно Мегатрон. Так хорошо он первый раунд взял, но... Слишком, видимо, был уверен в своей победе и начал делать всякий наказуемый бред. Ну вот, первый бой за игроком с Нижнего Новгорода. Растяпай. Не такой уж он и Растяпа, кстати. Что там, контрпик будет какой-то? Нет. Колдун. Я победитель! Шопи, да крики. Ох, там... На третьей консоли два колдуна. Ох, за руба. Так, ну ладно, вернемся на стрим. Тут у нас снова... Колдует Эрмак. Карфаген решает вопросы, кого залить. Так, а тут продолжаются прыжки. Продолжаются прыжки за Эрмака. Ух, хорошо. Экзовый удар поглотил удар Эрмака, и Эрмак получил за это по щам. Снова корточные бойцы, снова лифт наказывается, хоть и слабо. Так. Ну, это было не в тему. Снова лифт. Лифт очень хорошо наказывается, пока что Рейн этого не знает. Или просто нервничает. Ну, вот лифт проходит, и... Комба, которая завершает этот раунд... Опять Эрмак первый раунд берет. Посмотрю, как будет дальше. Так, тут... Оверхерд второй удар, поэтому все правильно делал Эрмак. Очень неплохая комба на 32 от Рейна. Эрмак. Тысингует. Джампанчи. Пока что... Рейн... Как-то... Опасается подходить к Эрмаку. Сейчас запорол комбу, но... Все еще... У него больше шансов взять этот раунд, потому что и жизни больше. Хотя метра нет, к сожалению. Вот он берет этот раунд. В следующем раунде Эрмака будет полная шкала. Это либо там комба с экс-рейм, либо срыв... Срыв комбы. В общем-то преимущество немножко на стороне Эрмака. Смотрим, сможет ли он его реализовать. Пока что идет обмен единичными ударами. Пытаются выйти игроки на комбу, но не так уже-то и легко. Так, вот обмен поками. Так, Рейн не закомбил в углу. Эд плохо за него закончится, может. Поглощаюсь, мы его дам. Так, это был личный блок. Эрмака... Вот здесь комба в углу, ух, какая. Решил сорвать все-таки от греха подальше, уйти от этого злосчастного угла, потому что... Ай, ну и зачем же он это сделал? Черт, поверью. Но ничего страшного, у него будет еще жизнь, я думаю. После этой комбы даже. Даже мед и... Красавец. 1-1. Напряженный бой на первой консоли, это все еще 1-16, последний бой 1-16. Винеров. Дальше у нас будет 1-8 Винеров. Лузерах с Винерой интересней. Та же арена, те же игроки, что не меняется. Трех хитовочек Эрмака пока что. Снова пытаются друг-вдруг подобраться, отлично. Стартует комбус. За брейка уже. Не дал сделать комбу. Так, пока что понемногу-понемногу Эрмак догоняет по жизням Рейна. Но тут эта суровая нога с броней, она завершала в этом раунде, в общем. А нет, брейкер есть, есть шансы. Давай, Эрмак, давай. Увы, телепорт не вошел из-за какой-то ноги там. Даже не знаю, что это было. Телепортик за Рейна. Отлично, начало А. И не скомбил, просто не скомбил. Нервы. Для Рейна это матч-поинт. Для Эрмака. Шанс доказать, что его победа в прошлом бою была не случайно. Ну и пока что Эрмак на поко, можно сказать. И вот начало суровой комбы, которую он порит, к сожалению. Опять же, обезовая нога. Сейчас будет суровая комба в углу. И снова продолжается прессинг. Эрмак срывает его с помощью комбы брейкера. Но поднимает с помощью лифта. И это раунд, да, великолепно. И у нас финальная заруба, как все любят, чтобы было 1-1 по боям и 1-1 по раунду. В последнем раунде все решалось. Это самая квинтэссенция борьбы. Пока что Эрмак с помощью своего вертикального телекинеза прессингует в углу. Вот тут комба за Эрм Райана очень хороша. 32. Неплохо. Что? Райан делает неожиданно, неожиданный телепорт. Во всяком случае для Райана это точно было неожиданно. И файл лифт. Лифт переходит в комбу. Слабовато, конечно, 27, но это все равно что-то. Вот пока что прессинг, экзовый телепорт. Ах, запарывает Рейн. Это анблока был сделан. Эрмак, у Эрмака полная шкала тершина. Делай что-то, Эрмак, делай. А ты, это запоротая комба. Что же будет? Это комбо от Райана. Рейн делает комбо, да? Нет, он порет. Корточные бойцы. И... Джампанч в апперкот. Ну, я даже не знаю. Или аплодировать, или смеяться. Даже не знаю. Что тут будет? Уже батанчик, батанчик уже был, я понял. И выбирает Скорпиона. От Зеро выбирает Сайрекс. В общем, оба желтые. Сольются с песком. Кровь и песок. Начало за Адзеро. Тратит шкалу, дабы набрать шкалу. Можно так сказать. Адзеро. Сатьи в Адзеро. Бамбука, мы тебя ждем на пятой консоли. Я не знаю, где ты? Где же ты? Наш гость из Москвы, Бамбука. Пятая консоль. Я на вторую тебя послал, да? Ну, извини. Так бывает. И так, я отвлекся. Тут у нас, опять же, кровь и песок продолжается. Зиг. Загарпунил робота. Опять гарпун. Сейчас будет нокдаун. Зиг, давай, тащи. Трехиточка в блок. Адзеро делает камбу. Продолжает ее сеткой. И почему-то дальше не продолжает. Но что же Адзеро делает? И это экзовой телепорт. Раунд за Зиг. Зиг, к сожалению, сейчас нету теншена, но... Шкалы суперэнергии. А вот у Адзеро есть полная шкала суперэнергии. Это означает, что, возможно, будут куча ресетов за раунд. Хотя хватает обычно и одного. Ну, снова Зиг прекрасно телепортируется, прекрасно продолжает это комбо. Отлично. Просто отличный прессинг через вниз. Нижний удар переходит в гарпун. Собственно, Адзеро ничего не остается, кроме как срывать до комбо. Продолжается доминирование Скорпиона. Но сейчас уже инстива перешла к Сайрексу. Хотя у него нет теншена. А без теншена, конечно, Сайрекс не может сделать своих герамадных, дом на 55, там, или ресетов. Хотя, может, я не прав, конечно, но... И, собственно, здесь, наверное, будет комбо. Наверное, это будет комбо. Которая завершит исход этого. Нет, Скорпион срывает, решает все-таки тащить этот раунд. Прыжок... И банч. Обычный панч. Финальный раунд в первом бою. Смотрим, кто кого. Так, ну, начало пока что с Сайрексом. Он, к сожалению, запорол комбо, но... Смотрим. Скорпион делает экзо-телепорт, попадает на бомбу. Подсечечка. Комбанная такая вот. Так, у Адзера есть теншен. Значит, сейчас будет комбо, скорее всего. Так, он найдет. Запаратая комбо. Нервы. Бросочек антиэрный. И какое наказание за телепорт. Это просто феноменально. Давай, Скорпион, тащи, мы знаем, ты можешь. Хорошо. И бросок великолепно. Просто Запорожье сегодня в ударе. Я считаю, что затащит. Должно. Оба вводят ноу-блад. Не подумайте, что я ругаюсь. Это просто перевод без крови. Достаточно и так крови, в общем, в Мортал Комбате. Ох, как с помощью телепорта. Прикрылся бомбой Сайрекса, чтобы телепортануться. Хорошо. Поглотил все два удара Сайрекса. Скорпион своим егзовым гарпуном. Потому что, ну, посмотрите, какое-то четкое наказание от Зи. Он явно знает, что... Что делать против Сайрекса, в курсе дела? Ну что ж. Очень уверенный раунд, по-моему, от Зи. Осталось тут буквально. Пиксели энергии. Давай, Зи тащи. Ударь его просто чем-нибудь. От Зеро порит. Ну, вот, экзовый телепорт. Это правильное решение. От Зеро не может пока найти ключей от Скорпионового. Бессердечья. Бросок воздушный от Скорпиона. Оба персонажа могут бросить в воздухе. Хотя у Сайрекса это командный бросок. А у Скорпиона обычный. Но вот сейчас опять комба. Наказание за телепорт. Гарпун. Гарпун через весь экран. К сожалению, запорил комба от Зи. Но... В общем... Ну, и вот, нижний удар. Гарпун. Я думаю, пора заканчивать этот бой. От Зеро. От Зеро падает. Узера. А Зи продолжает свое победоносное сшествие в Венерах. Запорожье тащи. Кингуша и Растяба. Это будет эпичный бой. Я думаю, для стрима он обязателен. Поднимайтесь на первую консоль. Картаген. Картаген орет. Вот тебе микрофон, Картаген. Картаген против Фокса на восьмой консоль. Дальше. Анонимус против Блейда на третью. Да, Анонимус против Блейда на третью. Бэтмен против Азеро на четвертую. Что там заходило? Я залегся. Тут какие-то технические проблемы опять, наверное. Даже не знаю. Ну, первый раунд за Кингуши. Он играет за Кабал опять. Стреляет из плазма-пушки. Так. Начинается пила. Пилы, прессинг. Продит рейндж-шкалу. Зазря. Ну вот, проходит комбат по Кабалу. Сейчас будет окончание запора. Что? Тут комбат раскручивает рейна. Снова там запора, то окончание за Кабалу. Но пока что все равно как бы по жизням он выигрывает. Ну, перри скажем через экзу за рейна. Но все равно это не помогает. Отбирает через плазма-пушку Кабал с жизнью рейна. Второй бой. Снова плазма-пушка приводит к пробежке и продолжается рейсинг Кабала. Пытается рейн как-то выбраться из этого прейсинга. джамп джамп кросс джампанчи все время вот настигают его и настигают. Пока что ну не разгадал как-то секретов Кабала Рейн. Смотрим, что дальше. Пабал пытается запугать рейна в конце пробежки. Мол, сейчас я побегу но не бежит телепорт наказывается экзовая золотили по рейна ну да это конец это конец и экс-рей в конце матч. Давайте плохо извиняюсь извиняюсь Милена Милена у нас против Кунглао в опасном костюме Паниш Рола Довольно неплохой 25 это неплохой как Эйр Паниш но прессует Милена своим Д4 ужасным с гигантским плюсом по-моему 14 на блоке на хите точнее Спин всемогущий Сай в лицо дайвкик в ответ в лицо Брейкер использует Никитоз Довольно-таки тяжело приходится Кунглао вот блок спин вот еще вифнутый спин ну конечно такое вращать нельзя Никитоз должен поднаврячься Второй раунд опасный костюм смотрю каждый раз на него что они детям показывают ну что такое Д3 Сай в лицо телепорт хороший F3 Кунглао опять из этой стойки не входит спин надо бы поменять ее шифтиком получает камбу за это Air Punish Рола меняет сторонами Никитоз дропается камбал Милены и брейкер Милена использует неплохо спин вифится на еще один брейкер довольно напряженный ребята размениваются бросаются шкалами 1-1 по раундам разми размен еще один размен апперкот паниш телепортика Сай в лицо размен не выходит F3 шляпу брейкер вал комбы вошел вал прессинг Милена телепорт свой вообще не использует но получает по щам за это 1-0 в пользу Никитоса смотрим не меняют персонажей все та же Милена остается не ставят ребята код 900-900 хотят закончить либо фаталити либо не побоюсь это их громких слов бабалити прессинг от Никитоса вверх кружочек экзовый телепортик шляпка нижняя пропускается Сай Виф экзовый телепорт имба для Кунглау получи Сай в лицо еще Сай в лицо размен не кричи пани Широла какой-то корявенький наверное на нервах ребята 1-0 парауна в пользу Никитоса прессинг экзовый телепорт нижняя снова нижняя шляпка вверх кружочек пошла комбо от Милены а тут расчет на стеночку нужно было делать но не получается на Кунглау прыгать нельзя тем более на чемпиона не побоюсь этих громких слов оверхед экзовый телепорт от Милины наконец-то мы увидели низкий очень дайв кик очень хорошо но тем не менее Милена берет раунд возможно финальная заруба как говорится экзовый телепорт от Милены можно было продолжить комбу на Кунглау прыгать снова нельзя Никитос парень молодой резкий все реагирует очень быстро не очень дамоговый комбан но неплохо сайфовый телепорт делает Милена сайами комбан и скорее всего да выигрывает Никитос со счетом 2-0 молодец поздравляем его Милена входит в лизера молодцы ребята смотрим дальше стрим сайфовый 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 Продолжение следует... 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 Смока играет Варангел, а Никитос играет за Кун Лау. Посмотрим, как пойдут дела у Смока. Пока что бросочек за Кун Лау. Кун Лау телепортируется Экзовой. С Экзовой, так сказать. Раскусил задумку Никитоса. Бросить после прыжка, но Никитос все-таки вышел победителем из этой ситуации в любом случае. Первый раунд уверенно берет Никитос. Практически без каких-то шансов. Что ж, дымок не попадается в телепорт. Телепорт у Кун Лау. Сложно дымком поймать, я думаю. Пока что бросочки. Прессный бросочек, прессный бросочек. В телепорт, на телепорт. Спеймер рандомный не наказан. Так как там был... В общем, он лежал, смог не мог ничего сделать. Никитос проводит комбо, очень уверенно. Телепорт. Телепорт, шляпа оверхед. И первый бой за Никитосом. Варангел будет брать кого-то другого. Это явно. Потому что, ну, куда это годится. Практически в нули. Берет Лю Кенга. Это брат на брата. Ну, посмотрим. Вместе все-таки Ша Олени тренируются. Да. Что-то в лесу встретились. Наверное, на прогулку вышли. И-то что-то не поделили. Кто-то нашел грибок. Не знаю. Ну что ж. Давайте посмотрим. Лю Кенг в синих штанах. Что сливается он с обстановкой немножко. Ну вот. Никитос продолжает. То, что он умеет лучше всего нагибать. Так. Что же дальше? Ну, Варангел пытается как-то вот начать свой прессинг. Но он не начинается. И вот. Довольно смешная комба за Лю Кенга. Которая, в общем-то, она его кормит. Ну, бросок. Да. Двухиточка и бросок. Стандартный. Все стандартный. Снова телепорт. Снова не наказано. Опять не наказанный телепорт. И это Икс Рей. Да. Ну. Не знаю даже, что предложить Лю Кенгу. Продолжение комбы. Лю Кенг срывает его. Хоть, чтобы оставить хоть какие-то шансы. Тут трехитолка с оверхедом. Она входит полностью. Сейчас будет наказание за Лю Кенга. Доведет он до стены. Все будет зависеть от того, разведет ли он у стены своего брата по Шаолине. Он нет. Не развел. Ну вот. Никит не особо, я смотрю так. Продолжение комбинарных игрока. Наблюдаем. Не проходит projectile. Еще один паниш. Отлично. Нельзя так вифить. Прессуют Кена. Выкоп атака. Набирали себе шкалы. Одной уже нет. Кена прессует своими сейфовыми верхними бланкоболами. Вот нижний прошел на легенький паниш. Комба тоже не проходит. Прессинг. Один из самых быстрых projectile. Ножичек. В лицо бараки. Один-доль Кена ведет. Второй раунд. Паниш. Брейкер. Может себе позволить такую выходку, как бол. Обзовые ножички не проходят от бараки. Не достали. Очень хороший DF2. Такой рейнджовый и довольно быстрый. Убегает. Убегает. Убегает Кена от бараки, потому что понимает, как бы, не стоит. У бараки ножички подлиннее. Low juggle. Slow удара. Паниш. Брейкер. Опять может себе позволить такие выходки. Корсак. Брейкер от бараки. Кена берет первый бой. Один-ноль. В пользу Корсака. Ребята. Леха выбирает сейчас другого персонажа. Корсак не имеет права менять, как мы знаем, согласно правилам. Кого же выберет Леха в противовес? Он берет Кван-Чи. Наконец-то Кван-Чи на нашем турнире. Эпоха колдунов стартовала. Посмотрим, что сделают адские руны. Ножичек. Телепорт перед. Довольно не сейфовая опция. Вот еще раз. На тебе паниш. Контроль ножичком. Джаггл слоу. Брейкер. Сейфовый боу. Аперкот. Один из... Не один, а самый быстрый удар от Кончи. Телекинезик. Набирает шкалу. Брейкер от Кено. Опять же, самый крутой апперкот. Ножичек. Опять же, апперкот. Сблочит лоу Джаггл. Молодец, Кено. Правильно блочит прессинг от Кончи. Красапит. Пытается красапить Кена Кончи. Ну, а телекинез, суровая сила. Интересно, будет прессинг-рунами. Брейкер. Телепорт. Ну, Кено растерялся немножко. Билет Раунд кончи. Молодец. Леха, пиво. Все нормально. Давай. Ножичек тебе в лицо пока что. Ты можешь черепком в ответ. Снова телепорт. Опять же, телепорт. Оно уже на голову приземляется. Если бы это было заблочено, было бы грустно. Перепрыгивает X-Ray. Повезло. Кланчи, иначе 41 дамаги. Откуда ни возьмись, как говорится. Проходит комба по Кено. Сейфовые болы. Болы, болы. Держится на расстоянии. Черепок на ножик. Телепорт. Ну, выиграет кончи бой. Молодец. 1-1. 1-1. Молодцы. Еще пожмете руки. Рематч делают ребята. Не меняет корсак персонажа. Остается Кванчи. Версус. Кено. Россия. Версус. Белоруссия. Вот такое вот начало. Довольно забавное. Low juggle. X-овый бол. Ножик в лицо. Снова же. Спамит. Ну, телекинез. Это хорошо. Брейкера нету. Кена должен быть прессинг. Ну, его нет. Low blot. Версус. Кончи мог сделать уже весь этот раунд. У него полная шкала. Я знаю точно. Если бы это был на тематике, раунд бы уже давно закончился. Но. Пока нет. Пока. Кена берет раунд. Возможно. Финальная заруба. Если Кена возьмет этот раунд, то Белоруссия. Вот и первая X-овая руна. Вот и вторая. Наконец-то мы их. И вот и третья. Наконец-то. Основной прессинг. Кончи на наших экранах. Телепорт беспонтовый вообще, который и существует. Но, тем не менее, ножик в лицо. Опять же. Кена сейфовый болт, ножик в лицо. Крутой, крутейший апперкот от Кончи. И у нас 1-1 по раундам. Последний раунд решающий. Корсак vs Леха. 315 из России. Болт проходит сейфовый. Кончи блочит сидя. Держится на расстоянии. Боятся друг другу, в принципе, подходить, ребята. Потому что, как бы, что тот, что тот, в принципе. Опасен, но ножичек пока решает в лицо. Вот видишь. Вот снова с болу. Вот и пошли руны. Вторая. На тебе. Хорошо. Иксторая опять не проходит. Повезло. Кончи. Есть шансы. Крутой апперкот. Лоу блочит снова Кэна. Молодец. Ни одного вообще не скушал этого джагла. Прессует Кончи. Последние жизни. Кэна берет рай. Молодец. Белоруссия побеждает Россию. Бус Моука кричать «Смоук, смоук, смоук», как это делают наши зарубежные друзья. Итак, начнем. Отличный прессинг от Кабала. Просто, ну, как в книжке написано, грубо говоря. То есть, все, что должно быть, все, что есть. Ну, прессинг продолжается. Прессинг, прессинг, прессинг. Хороший вейкап от Зи. И оверхед идет. Отличный шейкен. 9% урона. Ну, я даже не знаю. Наверное, у них 5-5, мне кажется. Лоу. Кабал очень уверенно берет этот раунд. Вообще без запинок. Не давая вздохнуть смоуку. Вообще ни капли. У меня офигенно плохой комментатор. Так, отлично. Зи, давай. Как-то начинает прессинг Кабала. Все, что мы пока видим, это прессинг Кабала. Можно сказать, обучающее видео. Все, кто хочет когда-либо играть Кабалом, должны смотреть это. Ну, потому что, блин, ну... Это действительно так оно и есть. Одни броски. Бросок, бросок. Смок, блин, уже начали кричать, но, к сожалению, брейкер. Брейкер это вообще моя любимая часть этой игры. Когда ты начинаешь делать комбо, и такой, брейкер, на-на тебе. О, смоук, смоук, смоук. Ай, блин, ну-ну, давай. Ну, закину уши, похлопаем ему. Отличный бой. И теперь контур-пик. Это вообще... Контур-пик. Кого же мы увидим? Давайте помочим... Не будем мешать деконцентрироваться. Вот мы увидим ледяного воина, который будет сражаться с этим сожжённым чудовищем. Ну, посмотрим. На самом деле, я не знаю, какой у них мэчап. Мне кажется, наверное, 6-4 в сторону... 4-6, вот мне так и казалось. Это в сторону Кабала, правильно? Ну, вот мне так и казалось, потому что... Кабал это зонер, антизонер... Что там там? Зонер, антизонер... Вообще, как выражаются, перс сломанный просто. Я шучу, конечно. Так. Хорошо, не дают брать, оставляют статуи. Всё делает прям... Я не знаю, я его назову украинским Томом Брейди. Хотя мы ещё не очень насладились его игрой. Но я уверен, отличный X-Ray. Небольшое объявление. У кого есть батарейки под боксовский пат? Пожалуйста, подойдите к крайней консоли. Консоли номер 8, да. Если у кого-то есть боксовский пат. И мы пропускаем то, как Кабал уверенно берёт первый раунд. Независимо от того, что... Был очень красивый X-Ray, который я, к сожалению, просмотрел. Вот так. Тут постоянно какие-то вопросы возникают. Но это не тем ли моя часть турнира. Кстати, пользуясь возможностью микрофона, я поблагодарю всех участников и всех организаторов. Все показали сегодня отличные результаты, я в этом уверен. Ну и пожелаем удачи всем бойцам, которые ещё сражаются. Наверное, я плохо комментирую бой. Комментирую, как комментирую. Да, шарик, 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 заморозка. Шарик, 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 заморозка. Неважно. Ну, Кабал делает то, что он должен делать против Саб-Зиро. Это зонить. В принципе... Ну, наверное, так и надо играть. Что ему сказать? Кингуша очень уверенная. Всё делает правильно. Я даже не могу выделить ни одной ошибки, которую он совершает. Может, потому что я сам по себе не очень хороший игрок. А может, потому что Кингуша очень хороший игрок. Пропускает экзовую заморозку. Это был ресет, но Зи решил его не делать и перевёл в бросок. Ай-яй-яй. 2-0 в пользу Кингуши. Зи, отличный бой. Ты показал себя с лучшей стороны. И теперь у меня забирают микрофон. Никитос против Корсака. Пожалуйста, на первую консоль. После них будет играть Бамбука против Кингуши. Листики растяпы. Как вы сыграли? Пожалуйста, сообщите организаторам. И математики Фокс тоже. Сообщите результаты. Значит, Фокс против Пьяного Лёхи на пятую консоль. Листики растяпы. Как вы сыграли, ребята? На восьмую. Прошу прощения. Лёха с Фоксом на восьмую консоль. Простите, они ещё играют. Доцент против Зи на пятую консоль. Что ж, я передаю микрофон Бэтмену. Ребята, как раз заканчивается. Баттон-чек. Белоруссия против Украины. Минск против Киева. Не побоюсь этого слова. Наш чемпион. Кажется, Фокс так уже говорил, но неважно. Наш чемпион и... Который лысый. Как мне подсказывают Блейд. Тоже замечательный игрок. Выбирают зону. Выберите там, где Шан Цунг. Он такой мирный, сидит. Наблюдает за всем. Да, и молится. Вот, отличная зона. На самом деле, даже моя любимая. Спасибо тем, кто её выбрал. Восприму это как комплимент самому себе. Но блаткот. Ну, правильно, чтобы всё прошло быстро и без крови. Ну, и чтобы дети до 7 лет могли это смотреть. Нет, это уже игра, потому что баттон-чек... У-у-у-у, что это такое? Судья, решите этот вопрос. Кто-то нажал кнопку PS. Это не очень спортивно. Переигровка. Ну, как раз начало матча. Ничего особенно важного не случилось. Кто мешает на джойстике? Пожалуйста, просьба положить на стол и не трогать. О, математик взял свой талисман. Так сказать. Решил показать стиль пьяного мастера. Рунор. Итак, судья Карфаген сказал переигровка. Опять кто-то мешает. Мы наблюдаем заставку PS. Что? А, этих покомментировать? Их просто никто не видит. По идее, нет, они же тут подключены. Это вон пацаны там подключаются. А, да, там за пятой консолью могут быть проблемы. Тут за восьмой консолью слепой играет против Зубастика. У обоих есть мячи, но у Зубастика их два. Так что я думаю, это не честно как-нибудь. О, отличная зона, я же говорю. Парни знают, что выбирать. Да, теперь возвращаемся обратно к большому экрану. Там разбился стакан в баре. Я думаю, стоит похлопать этому явлению. Итак, ну теперь обратно к экрану. Никитос начинает уверенно с комбы, которую я видел, что он дропнул один раз. Я не скажу, что я слежу за ним все время, но тем не менее это о чем-то говорит. Ну, Кана не отстает. Я вам скажу, что Кана меня поразил. Я видел пару боев сегодня его. И если до этого дня я считал, что Кана это просто большой мужик с глазом, то сегодня я считаю его очень хорошим персонажем. А, да, на самом деле без одного глаза. Они с глазом, как я сказал, меня тут исправили. Спасибо. Вот как там Фокс говорил, ножичек в лицо. Извините, потерял самообладание. Ну, оба бойца идут очень ровно. Никитос берет раунд. Отличный бой, как по мне. И интрига, и все. Меня тут фотографируют. Паниш. Брейкер был. Ну, я просто должен озвучить, что происходит. Вот у меня никогда это комбак-ум-лау не получалось с этой ногой. Ну, я просто не играю в нем. Ну, Никитос просто доказывает в очередной раз, что, ну, блин, он лучший киевский игрок. Я не побоюсь этого. Ну, блин, Кана меня радует, на самом деле. Чтоб я так жил, честное слово. Фрессинг от Кунлау. Вниз шляпа. Шляпа. Шляпа тянет. Похлопаем Никитосу. О, тут будет контрпик. Честно говоря, не знаю, против Кунлау какой хороший контрпик, наверное, есть. Кунглау. Мне тут показалось. Против Кунглау хороший контрпик, это Кунглау. Почему бы и нет. О. Блейд, это просто новая ванга. Он предсказывает все. То есть он мне говорит, что говорить, а я это говорю на самом деле. Ну, и добавляю чуточку от себя. Итак, Кунглау, Кунглау. Чья же шляпа окажется лучше, больше, лучше, чей спин окажется быстрее. Так, ага. Это Корсак проводит комбу. Еще раз напоминаю, что это Минск и Киев. Два прекрасных города. Очень красивые и очень древние. Я считаю, это, что значит, которых я не был. В одном я живу. И давайте наблюдать дальше за... Кунглау. Очень... Ой, Кунглау. В смысле, Никитос. Я уже привык просто Кунглау его называть. Очень уверенно играет. Блочит все, что может. Наказывает все, что может. Отлично. Они хотели... Что? А, меня тут просят сказать, что да, Никитос играет вторым костюмом. Это тот, который сейчас справа. Для тех, кто не знает. Или в черных штанах. Вот. Для тех, кто видит Кунглау в первый раз, этот человек со шляпой. Вот. Там их два, да. Никитос взял первый раунд. Ну, блин, это очень напряженный бой. Я уверен, Никитосу играть очень сложно. Хотя на его лице вообще ничего не отражается. Это человек-концентрация просто. Мне бы такое на экзаменах. Вот. И отличный паниш. Фулл комбо от Никитоса. Хорошая процентовочка. Может, не самая большая, которую можно получить. Но, тем не менее, отличный брейкер. Интрига. Отлично. Похлопаем второму Кунглау. Он этого заслужил. Корсак из Минска. Бой очень напряжный. Отличная интрига. Берите у Никитоса мастер-класс, как панишить телепорт Кунглау. Он-то это точно знает. Вот. Кунглау очень... Блин, опять Кунглау. Никитос отлично начинает раунд. Очень уверенно. Я же говорю, просто... Он ничего не дропает. Он не совершает ошибок и наказывает все, что может игрок хорошего, высокого уровня. Похлопаем победителю. Он этого заслужил. Никитос 2-0. Да, Никитос выиграл 2-0. Фокс, если хочешь, я твой результат. Да, раз-раз-раз. Смотрим бой. Ботанчек прошел. Прессинг Кабала. Довольно плотный от Кингуши. Но этот адский телепорт. Ему вообще все равно. Шарики, пилы, вообще все, что есть. Уходит в низ 3 от прессинга Кабала. Супермен в лицо. Бросок. Довольно неплохая опция на 12 дамаги. Не в ту сторону сделал Электрошок. Но Маддэш проходит брейкер. Снова телепорт решает. Ну, вот должен был паниш, но он не проходит. Потому что назовем это легкий затуп. Такое бывает. Ребята волнуются, но... Ничего, сейчас немножко разогреется. Кабал прессингует. Оверхед, бросок. Номаддэш. И это раунд за Кингушей. Второй раунд. Шарик получает Рейден. Верхний Супермен. Но Номаддэш снова брейкер. Пошла комба. Номаддэш опять проходит. И это будет комба. Стенка далеко, так что это будет прессинг. Опять же телепорт. Кенцелит Номаддэш. Кингуша не хочет удариться лбом в блок. Проходит дэш и опять же комба. Довольно-таки, по-моему, это Флолес Виктори. Нет, не Флолеса, по блоку, видимо, был ударчик. Но не меняют, ребята, персонажей. Остаются на своем. Ну, пожелаем им удачи 1-0 за Кингушей. Аккуратнее там, ребята, дорогие плазмы. Рейден проходит 3-3. Но он не заканчивает. Дроссок проходит. И уже 30 минус у Кабала. GFC Alex и Z на пятую консоль. GFC Alex и Z на пятую консоль. Прессует Кабал. Брейкер от Рейдена. Шарик пила в лицо. Ну, неплохо. Справляется пока что с прессингом, но... Опять же, Номаддэш это... Его нужно блочить. Ну, Супермен заблоченный. Это тоже не есть гуд для Рейдена. Захват. Экзовая пилочка. Обычная пилочка. Опять пилочка. Прям как маникюрный салон какой-то. Одни пилочки. Раунд за кингушей. Раунд 2. Дебаггер. Спам плазмы. Довольно-таки стабильный, красивый, интересный. Рейден блочит опять же спам этот плазмы. Молодец. Телепортиться не хочет. Почему? Непонятно. А вот и телепорт. Снова спам плазмы. Ну, ничего не может Рейден, видимо, с этим поделать. Пытается, но... Получает Номаддэш. Брейкер. Размен. Супермен. Супермен вифнул. Попробуем. 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 блок номадэш это хорошо для скорпиона дропается комбо это не хорошо для скорпиона немножко спама плазмы гори в аду пилочка на тебе икзовое копье икзовый номадэш справился хорошо меньше икзы больше шансов гори в аду вот опять икзовый номадэш ну здесь будет комбо под стенку хэй-хэй-хэй коленка остается в плясе это балл скорпион тресет своим эго-сейфовым телепортом блок хорош это может быть конец раунда мы надеемся что возьмет зи этот раунд хорош 1 1 по раундам третий раунд последний в этом бою смотрим немного плазмы и пилы цифровый телепорт копье в блок прессинг от кабала проходит номадэш это стенка это будет волкомбан это не хорошо брейкер хорошо чтобы брейкер икзовый номадэш и снова стенка здесь будет ну берет раунд кабал 1 0 gfc алекс 1 0 в пользу сум выбирает колен решает что делать с кабала может заменить персонажа остается на скорпе ну довольно таки интересно вроде как неплохо получается ставят код 900 900 ребята молодцы не хотят они крови в конце они профессионалы молодцы классический костюм скорпиона это замечательно для поклонников юнка 3 пожалуйста но модель проходит первые комбы появился брейкеру скорпа но не хочет он избивает вниз ручкой прессинг кабала кабал очень напористый очень сложно с таким немножко заткнулся на комбинациях не прошло копье но вот прошел золы и телепортик хорошо довольно таки тяжело ловить берет раунд снова gfc алекс смотрим второй раунд не просто приходится скорпу пилка горилла бы тоже не проходит вот хит вошел телепортик что неплохо опять хит но не получается комбо но модель проходит экзовый блок это хорошо для скорпиона брейкера нет можно делать под 40 комбо что очень неплохо 31 тоже неплохо но остался в плюсе скорпион канцелит мама дэш gfc алекс зи продолжает прессовать и это раунд за зи нет нет пока нет не прошла не прошел огонь но берет коля раунд молодец 1 1 по раундам довольно увлекательный бой что ж посмотрим что будет дальше канцел дэша выпрыжка ножкой чтобы не сбили его антиэйром не проходит копье очень маленькая рекавери у кабала тяжело с ним тяжело размен горе в аду не проходит ведь он висит в воздухе но вот и золотили телепортик прошел но дропа и там у скорпионы тут кабал начинает свою прессинг от кабала бог не понише скорпион но модель заблоченный обратим внимание что у кабала две полоски экзу он их потратил только что довольно забавно чтобы я в блок блок это очень плохо для скорпиона кабалка есть прессингу и это конец выигрывает gfc алекс этот бой поздравляем его вы в интернете ножички против пилочек так сказать ножичек ножичек сака пока лидирует ножичек быстрее чем что-либо у кабала но тем не менее полжизни забрал как ни в чем не бывало цифровый болот кэна но не проходит азера против фокса на пятую консоль фокса дай микрофон или бэтмену или математику лучше бэтмену давай математик уже пьет пиво приятного математику распитие алкогольных напитков фокс удачи тебе и так кана выиграл первый раунд отличный зонить и анти зонить против кана очень тяжело потому что этот нож летит со скоростью света и а потом когда к нему подходишь он просто тебя вот этим своим болом в лицо 5 тут просят передать 5 консоль фокс и азера если я чей-то них неправильно сказал извините пусть играет на 8 если хотят все итак смотрим дальше gfc алекс подтянулся уничтожает ну не уничтожает выигрывает у корсака третий раунд там где все решится за этот бой так ножики летают повсюду монахи свято идиллия просто он действительно сейчас я сяду буду тут улетает очень много фигни по экрану том ножи то какие-то круги тут мне подсказывают что это полтергейст какой-то ой отличный проармированный этот вообще смотрю я на игру gfc алекса и хочу спросить во варео это ты в маске пришел или нет потому что он очень напоминает итак первая игра за корсаком поздравим его аплодисментами концентрация на лицах игроков просто зашкаливает они не видят и не слышат ничего просто просто играют удачи им обоим и так выбирает какую-то ну зона остается точно также я так понимаю просто решили не нажимать рематч наверно традиция какая-то за бубоны есть такое красивое украинское слово ну не будем людям мешать просто будем наслаждаться красивой игрой итак это вторую матч сказать первый был за корсаком закана повелителем ножей так сказать местный повелитель ножей но мондэш отмена это на самом деле но лучшее что есть у кабала там все говорят лезвие пила лезвие но мондэш отмена на самом деле то что делает кабала кабалом потому что она сейфовая можно после этого продолжить прессинг а прессинг в этой игре это все это метр это повреждение что не мешает принципе корсаку выигрывать очень уверенно играть но тут full комбо панишь не понадобилось просто так что я скучно рассказываю надо какую-то шутку рассказать мне ничего в голову не лезет просто отличный экзовый но мондэш тут full комбо ай-яй-яй ну тут можно было и full комбо панишь сделать кто не понимает это наказывать полной комбой ну оба персонажа на самом деле зонеры поэтому неудивительно что мы видим что по экрану постоянно летают прожектайлы ну такая игра вот вот именно к на этим и славяна нож нож канон болл нож нож канон болл брейкер что еще нужно для хорошей жизни итак джейси алекс проигрывает корсаку поздравим победителя джейси алекс ты сражался отлично как и корсак ну корсак чуть лучше сделать у него короткое замыкание 220 давай рейден вот я болею лично за рейдена потому что я тоже играю рейденом не обессудьте рейден мой почти что любимый персонаж не выходит ресет но выходит вайкап в принципе почему бы и нет рейден рейден используют свои молнии панишь телепорта который по идее не панишится но этот телепорт панишится причем без проблем что нам и продемонстрировал рейден вот это фулком по по нет брейкер мне надо следить за метром потому что не всегда вижу у кого есть брейкера у кого нет этап это очень много повреждения оба игрока профессионалы играть смотреть их не игру просто приятно глазу мало ошибок и но если есть ошибка она карается фулком боя этот это достойно уважения итак первый раунд за машиной итак брейкер хорош супермен так называемый я его просто называю вата тата судя по тем звуком который издает рейден во время этого приема я бы озвучивал но наверное не стоит этого делать вот ой он успевает телепортироваться я уже думал он схавает бомбу но рейден профессиональный игрок он знает что надо делать и что и когда это надо делать ну да это как бы бог грома мне тут подсказывает он все знает не дали бы сделать вейкап человеку вот так вот в наши дни даже вейкапы под сомнением что ж тут сделаешь зонит зонят рейдена ну правда телепорты телепорты отлично второй раунд за богом рома аплодисменты метр преимущество метра ну уже нету этого преимущества брейкер отличный бой на самом деле есть на что посмотреть много технику ну команд греб это тут фул комбо причем причем мы сейчас увидим очень много повреждения вышел ресет но к сожалению его забречить и новая комбо я думаю это все возможно со мной не согласятся но но это уже нет мы предпоборемся похлопаем победителю 1-0 1-0 1-0 рематч то есть никто не меняет своих персонажей тогда есть такое на самом деле мэчап хороший для обоих игроков итак уверенно начинает Сайракс раунд так я на самом деле немного устал поэтому я отдам микрофон Фоксу я тут просто так за боем пускай играть Рейденом смотрят всякие сетапчики это у нас Азера и Бамбука тоже ребята из России скажем так россияне приехали в Украину поиграть получается дамага от Сарикса Розетты еще один ломаный перс рядом с Кабалом на скамеечке сидит все как бы нормально Волкамба будет все страпанное ну Супермен в лицо Волкамба от Рейдена очень неплохо творится брейкер от Сайракса дальняя бомбочка не решает телепорт как-то так сбивает Рейденовский телепорт Сайракс видимо как-то он либо подготовлен либо у него реакция на уровне высоком но сложно приходится в этом раунде уже как-то так Рейден немножко прочувствовал дистанцию Сайракса не берет раунд молодцы 1-1 по раундам раунд 3 борьба интересная сетка дальняя бомба ближняя ну телепорт это как бы по барабану какая там у тебя бомба то есть ну на тебе сетку да и все экзовая бомба раз это у нас будет ресет ну сорвался ресет лучше бы на мне так сорвался буквально 10 минут назад я эти резеты накушался вдоволь опять резетик сбился не резетик а техтрап точнее это был на бомбу размены начинают у нас идти телепорты от Сайракса бомба от Рейдена порится сетка электричество размен экзовая бомба 1 экзовая бомба 2 пила не хочет чтобы Рейден использовал брейкер он потратил весь весь свой метр на экс-рей в воздух комбат Рейдена пока что все не дропы дропнулось все таки очень плохо но прессует Рейден все еще прессует царакс не сдается на последних сутках ребята борется телепорт на телепорте и Рейден берет бой 1-1 1-1 очень интересно остаются ребята при своих персонажах Рейден vs Сайракс честно говоря не знаю какой у них матчап какой матчап американцы вот мне 5-5 подсказывают американцы им нарисовали ну это хорошо значит опять же будет решать скил телепорт это самый замечательный телепорт в игре и так же самые замечательные ресеты в игре у Сайракса вот они проявления пожалуйста дамаги на тебе на ровном месте 50 плюс как бы с одной экзой но такого нету ни у кого разве что у смока можно предположить ну прессинг от Сайракса не не выходим и экзовый вниз вперед 3 решает этот раунд 1-0 в позе зеро второй раунд комбат рейдинга рейдинг сетка в лицо брейкер размен дальняя бомба на электричество захват который рвется кстати любой кнопкой всех трапов Сайрак Супермен очень грамотно на лейкапе ему все по барабану поэтому хорошо использовал молодец дальняя бомба сетка потратил одну экзу из трех Сайракс ничего страшного вот и остальные две потратил дальняя бомба сетка еще одна дальняя бомба сетка но это прессинг довольно таки стандартный сложно вырваться хотя рейдинг должен иметь ведь у него есть небезызвестный телепорт попался на бомбу Супермен Сайракс пытается антиэйр сделать апперкот получил экзовую пилку выпустил дальняя бомба сетки против ну против телепорта прессует Сайракс и берет бой молодец 2 1 на 0 взял довольно неплохие игроки довольно профессионально играем итак первый раунд смотрим классический старт от Сайракса с лоу удара никто этого не ждал шкала на шару назовем это так ножичек лицо сетка ну и размен в пользу Сайракса ножичек версус сетка видите Сайрак все таки ему удобней когда сеточка болтыхается тушка джагл без ресетов но вместе с трапом на невыходимую ситуацию для бомбы получает кэна немножко прессинг от Сайракса рвет наконец-то рвет бросок хоть кто-то брейкер ближняя бомба сетка но это раунд первый раунд за Сайраксом Азера молодец второй раунд сетка сетка ножек опять же в пользу Сайракса вот такой вот я думаю матчат здесь порядка четыре шесть не в пользу кэна но прессинг от Сайракса брейкер ножик сетка ножик сетка вот опять же Сайракс как зовут бомба и вот это будет ресет вот она дамага не проходит сетка зато пилочка прошла первый бой за Сайраксом 1-0 в пользу парня из Нижнего Новгорода смотрим второй раунд не поменял персонажа Корсак на Конглао с Джампанча Джаггл это будет ресет нет ресет срывается ближняя бомба сетка ножик сетка ножик идет такой зонинг с проджектайлами кэна вышел на комбу наконец-то заканчивает кифовым болом вот так вот перепрыгивает коносетку с болом брейкер использовал Сайракс прессует бомбами сетками в принципе это все что у него есть и возможно это последняя комба нет еще кэна еще есть возможность отыграться наберет раунд Сайракс второй раунд смотрим кто же предпринят кэна пара ножиков на тебе бол в лице опять же бол паниш телепорта ансейф у Сайракса телепорт сетки все перепрыгают очень технично наконец немножко собрался что интересно ножиками прям забросал в конце концов решил сколько можно вот полный экзал Сайракса это должна быть дамаговая комбас ресетом скорее всего да так и есть уже порядка шестидесяти дэмэджа у кэна нету рвет бросок молодец наконец-то хорош использовал брейкер ножик еще один присаживается Сайракс и вот у Сайракса осталось буквально дотронуться до него но Сайракс не отстает прессует молодец есть берет раунд кэна молодец 1-1 по раундам болеют за него ребята молодцы очень колоритные все сетку скушал но это будет это будет ресет очередной назову это так от Сайракса уже 45 минимум нету уже 60 нету ну и теперь можно так все заново начинать только минус 60 прессует Сайракс своими 1-2-1 ножики против бомбы против сеток экзовая df3 не проходит у Сайракса и сетка прессует Сайракс это брейкер использовал ну все берет раунд молодец выигрывает Азеро молодец нижний Новгород тащит затащил свою жизнь вживую сейчас сойдутся мы станем свидетелями эпического да эпического события я сейчас тебе еще раз напомню мы играем в финал венеров best of five то есть до трех побед не до двух а до трех спасибо я знаю я напоминаю игрокам может они забыли впр sh presenter сейчас будет батон чек и это будет этический бой я надеюсь мы все получим от него удовольствие у меня наконец то микрофон включился я начал говорить нормально итак Это шляпа. Ну и пока Саб-Зиро, пока ботанчек. Итак, с ботанчеком мы закончили. Вот вам показывают этих эпических игроков. Ихние видео просто надо смотреть и учиться играть. Зона светлая, это хорошо. Это зона темная, мне она не нравится. Но выбирайте. Итак, Кабал и шляпа. Человек в маске и человек в шляпе. Могу просто сказать, делайте ваши ставки, господа. Но не у меня, а там как-то между собой. Я таким не занимаюсь. И просто наслаждаемся боем. А я по чуть-чуть буду комментировать. Итак, телепорт наказывается. Причем наказывается отлично. Ну, 15 повреждений немного, но ресет, бросок. Отличный комбат от Никитоса. Как я говорил, я никогда не видел, чтобы он ее дропнул. Лоу и оверхед. Так, отлично. Бой настолько динамический, что я просто не совсем успеваю комментировать. Комментировать. Телепорт вообще он... О, армированный Номан Дэш. Ну, один из способов наказания этого телепорта. Телепорт на самом деле очень сильно наказывается. Но не все об этом знают, и не все умеют. Ну, Кенгуша демонстрирует нам именно то, что он умеет. Похлопаем Кенгуша. Кун Лао. Никитос начинает уверенно второй раунд. Метает свою шляпу почти как Кана на жи. Оба игрока, как видите, аккуратненько играют. Не очень спешат. Брейкер восполнил. Сколько раз мы уже видели, чтобы Кенгуша вот таким вот экзовым, Номан Дэшем покарал этот телепорт. Это показывает, ну... На самом деле профессиональность Кенгуши. Полкомба паниш. Что я могу сказать? Это еще не все, но мы уже конец отсюда можем увидеть. Первый бой за Кенгушей. Похлопаем ему. Оба игрока сконцентрированы на победе. Напоминаю еще раз, что до трех полных побед. Вот. Вот. Итак, снова шляпа и снова маска. Что же мы видим? Маска начинает уверенно этот раунд. Скоба немного процентов, но... Скобау не славен тем, что он может наносить 70 процентов, грубо говоря. Но, скажем, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И нормально, очень быстро. Это был один из тех немногих телепортов, которых Кенгуши не смог запанишить. Вот именно этим методом. Брекер в исполнении Никитоса. И он тут же нарывается на вторую комбу. Опять-таки, немного процентов, но... Они все складываются. Никитосу... Надо смотреть. Это... Необычные... Игроки, например, как я, которых Никитос делает с Флолос Виктори. И потом делает бабалики мне. Фул комба. 25 процентов, 10 ударов. Немного, но... Уверена. Никитос совершает достаточно много ошибок. За все его краят. Без никаких... Без никакого сожаления. Без никаких совестных упреков. Кабал. Ай-яй-яй. Брекера нету. И это все. Второй бой опять-таки за Кенгушей. Тут мы видели, что... Не был включен ноу-бладкод. Так что... Мы, может быть, даже станем свидетелем Фаталити или Бабалити. Кабал. Кум-лау. Никто... Поменяли зону. Персонажи никто не меняет. Будем надеяться, что Кенгуша сможет изменить свою игру так... Ой, Кенгуша, извиняюсь. Никитос сможет изменить свою игру и... Да, кстати. Поддержим Никитоса. Поможем ему аплодисментами. Это Москва против Киева. Столица двух замечательных стран. Два красивых города. Что ты разведешься? Ну, этот паниш мы уже видели. Несколько раз. И так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пока, к сожалению, Никитос Кабалу ничего не может противопоставить. Он просто как на ладони перед Кенгушей. Кенгуша видит всё, что Никитос собирается сделать. Обзовый телепорт уходит в молоко. Кенгуша просто отходит от него. Ну, блин, ну, что я могу сказать. Игра Кенгуши на самом деле поражает своей безупречностью. Аплодисменты. Аплодисменты. Кенгуши и Никитос. Аплодисменты. Аплодисменты. На сцену Азеро сейчас подойдёт. Он, по-моему, кует. Сейчас мы его найдём. Настраивайте контроллер-просеты. Смотрим, как грузятся заставки. Хорошо, что их можно скипнуть. Прелести Mortal Kombat того, что всё можно скипнуть. Вот, чтобы Сайрексы... Розеты Сайрекса можно было скипнуть каким-то образом. Было бы вообще хорошо. Посмотрим, как справится Никитос с этой адской дамагой. Довольно забавно будет посмотреть, как шляпочник против бомбомёта будет тащить. Батанчеку, ребят. Азеро, вот, кстати, разошёлся прям с меня, начал. И вот ещё до сих пор не проиграл. Просто... Просто парень в раж. Что? Не, вы играете до Best of Five, до трёх побед. Финал, крикенько. Батанчек прошёл, ребят. Первый бой. Ставит код 900. Никитос, тащи. Мы киевляне, мы за тебя болеем. Ф3. Входит классика. На двоечку заканчивает 2-4 бросок. Молодец. И пошла снова, пошла классическая дамага от Сайрекса. В углу. 1-1 кэнсел на бомбочке. Успел выпрыгнуть. На Кунглау нельзя прыгать. Я напомню, если Азеро не помнит, не надо. Пусть он на тебя прыгает. Экзовый телепортик. Входит будет Волкомба. Прессинг от Сайрекса, брейкер от Кунглау. Осталось совсем чуть-чуть, чтобы Сайрекс берет раунд. Никитос. Молодец. Довольно плотно, довольно быстро. Ничего не понятно, но дамага откуда-то берется. И жизнь куда-то девается. Не надо прыгать. Попросил Никитос вежливо апперкотом. Сайрекс ему ответил не менее интересным апперкотом. Спин завитился, получай сеточку в лицо. Запорол Камбу, но неудивительно. Столько нервов. Телепорт наконец-то запанился. Экзовый телепорт. На бомбе подорвался. Смотрится довольно неплохо. Камба от Сайрекса с телепортом. Борется Никитос до последнего. Осталось ему совсем чуть-чуть. Берет раунд Азера. Молодец. 1-1 по раундам. Это первый бой. Напоминаю, Никитос versus Азера. Нижний Новгород против Киева. Телепорт в 1-1-2-1 от Никитоса. Велкомбайк, зовут Телепорт. Прессинг. Непонятно, что происходит, все очень быстро, но Сайрекс словил его все-таки на сеточку. Называется, получи немного резета. Потому что, как бы, я это дамага, говорит Сайрекс Никитосу. На, вот уже минус 70 у Кунглау, как бы, на ровном месте. Вот. Прессинг шляпками. Безоблочил шляпку, наконец-то. Никитос делает апперкот. Проходит сетка. У Сайрекса есть шанс. Брейкер от Никитоса. Последняя жизнь осталась у Сайрекса. Никитос берет бой. Молодец. 1-0 Никитос. Остаются при своих персонажах. Азеро, молодец. Снова ставят код 900. Не хочет Азеро розового зайчика, который у нас приз за бабалити Никитосу. Просто не хочет. Он делает, ставит Рейдена в строке. Снова прессинг от Никитоса. Сбивается икзовый ДФ-3 у Сайрекса. Шляпка, оверхед. Ну, такое надо блочить. Стараться, по крайней мере. Один проходит. Сеточка блочится. Дальняя бомба. Средняя. Выходит телепортом Никитос. Сайрекс продолжает присылать шляпка. Блочится. Вот это уже не блочится. Это блочится. Просто спам. Шляп. Как в магазине каком-то возьми шляпы. Блочится еще одна шляпка. Телепорт довольно unsafe у Сайрекса. Но ловит на апперкот Никитоса. Никитос берет раунд. Молодец. Взял все-таки шляпками. Молодец. 1-0 Никитос по раундам ведет. Шляпка-сетка. Размен. Экзовый телепорт. Наконец-то запанишал Никитос. Unsafeный телепорт Сайрекса. Спам сеток и бомб. Никитос держится. Молодцом. Крашит его джамп. Экзовый спин. Брейкается. Антиэйр захват. Вифится. Никитос спамит А4. 1-2-1 проходит на бомбу. Экзовый телепорт. Борис и Никитос делают даже дайвки, который можно заблочить и умереть. Но не стесняется этого. Телепорт. Нельзя прыгать на кунглаву опять же. И берет бой. Молодец. Никитос выигрывает. 2-0. До трех побед. Я напоминаю, у нас еще есть бой. Не меняет Азера персонажа. Ну, я думаю, Сарекс это лучший у него. Что, в принципе, и доказывает то, что это бой за второе и третье место, скажем так. Снова экзовый телепорт кунглава. Очень низкий дайвкик. Это означает, что он сейфовый. Сетка. Бомба в углу. Не достает по рейнджу, по фитбоксу. Шляпка все-таки проходит по Сарексу. Аперкот. Хотя мог бы быть спин. Было бы интереснее. Экзовая пила. Дальняя бомба. Кенс вот. В телепорт. Берет раунд снова Никитос. Молодец. Справляется с прессингом Сарекса. Довольно-таки стабильно. Хоть я не думаю, что совсем уж без проблем. Заблочил ДФ-3 от Сарекса. Молодец. Сбивает телепорт. Но тут же нарывается на спин. Прессинг от Никитоса. 1-2-1 спин. Проходит это джагл. 30 с чем-то плюс. Под 40. Там что-то такое. 37. Неплохо оперкот прошел. Спам шляпки. Проходит ДФ-3 обычный. Сбил джамп. Заблоченный апперкот. Снова ДФ-3 проходит. Спамит бомбы сетки. Классика. Проходит сетка наконец-то. У Сарекса еще 2 экзы. Все порет. Берет Никитос бой. И проходит дальше. Поздравляем Никитоса. Молодец. Надеюсь, там тоже люди увидели с Эксбокса и пришли. Сегодня смогли поиграть. Ну и плюс, конечно же, наш рентгейм-партнер этого турнира. Рентгейм.com.ua, на котором вы можете арендовать приставку, поиграть на Mortal Kombat, потренироваться и, да, обращайтесь, арендуйте, пробуйте и покупайте. Играйте в Mortal Kombat. Ребят, это у вас уже игра что ли, да? Это уже не батончик? О, замечательно. Кингуша vs. Никитос уже играет первый раунд. Эпичное противостояние. Никтос заменил Кунглау на Ночного Волка. Это большой финал. Пока что Кингуша трясует классический шарик плюс оверхеды. Пилка не проходит, плечика не проходит. Снова оверхед зарешал этот раунд. 1-0 по раундам. Пользуя Кингуши. Смотрим второй раунд. Стрела. Оверхед от Кабала. Топоры от Найт Волф. Плечо. Тоже довольно быстрый апперкот. Почти как у Кунглау и Джонни Кейджа у Найт Волфа. Вот. Кингуша сбивает. Прогружает прессинг. Своими штуками. Найт Волф не сдается. Экзовое плечо проходит. Стрела. Еще одна стрела. Плечо в блок. Сейфовое. Можно в память, но оно хай. Вот это было интересно. Назря. Он должен покраснеть сейчас у себя в студии. Квозь Кабала плечи. Экзовый оверхед от Кингуши. Экзовая пилка. Последняя жизнь берет раунд Кингуша. 1-0. Я напомню, что это у нас... Так сказать, для того, чтобы Никитосу играть в гранд файнали, ему нужно выиграть 6 боев. Пока что. 1-0. Он проигрывает. Смотрим второй бой. Топорик как антиэйр. Сразу сработал. Комбат Найт Вулфа. На 27. Экзовый Номад Дэш. Брейкается Найт Вулфом. Стрела. На тебе шарик. На тебе стрелу. И 5-я пилку. Размены у ребят. Зонятся потихоньку. Не хотят сближаться. Ну, как бы понятно. Кабал. Близко. Мне очень приятно. Вот приблизился. Ну и погнала. Хей-хей-хей. Как говорится. Пенсел плечо. Плюс 40 с чем-то там. Брейк от Никитос. Экзовая пилка. Обычная пилка. Плечо в блок. Уходит от прессинга. Но берет раунд все равно Кингуша. 1-0 по раундам. Второй раунд смотрим. Опять анти-эйр сработал, как в прошлом раунде. Проходит номад дэш. Обычный бросочек. Неплохо. На вейкапе плечика. Экзовое плечо. Хорошо сделал. Молодец. Опять экзовое плечо. Довольно неплохо. На тебе экзовый номад дэш. Снова прессинг от Кабала. Довольно таким тяжело против Кабала играть. На тебе молнию наконец-то. Берет раунд Никитос. Молодец. Они выглядят спокойными, но поверьте. В душе там черт падерей творится. Нервы, конечно. Прессинг от Кабала. В оверхед. Очень неплохо. И снова оверхед. И снова оверхед. Ну, это звучит как-то так. Даже одинаково. Экзовое плечо через весь экран. Симпатично смотрится шарик и пилочка. Снова шарик и пилочка, пилочка. Кэнсел в пилочку. Комбо. Комбо от Кабала. И это финал. 2-0 2-0, да, 2-0 Кингуша ведет Это может быть Либо последний бой Либо нет Че? Да ладно Никитас пошел на какие-то крайности Никому неизвестный Ермак Ну это интересно Не ставят ребята код 900-900 Видимо кто-то что-то кому-то хочет сделать Бабалите, хотят розового зайца Спам плазмы от Ермака ДБ-2 Номад дэшит Зоу и брейкается Пилка Жалко, что мы не увидели Кингла Классического Дроп комба Тут что-то Кабалу как-то так Тяжело, он нарывается все равно на шарик Пилка Вбок это не есть хорошо Хорошо, что есть брейкер Пилка, спам, опять пилка Как говорится, крюки есть, пила есть Ну это раунд Раунд за Кингушей 1-0 по раундам Спам плазмы идет довольно Прикольно Смотрится как минимум Сбывает телепортом Вблок Номад дэш это хорошо Решает бросить Никитас Тяжело как бы Приходится сейчас Еще один бросочек Почему бы и нет 12 никому не мешало Телепорт Граунд лифт Конечно Вблок это очень плохо Снова Икзовый Не Икзовый, а обычный оверхэбик Икзовый номад дэш И пошла комба от Кингуши Граунд лифт Это плохо Но не панишит Кингуша Колено комба от Кингуши Довольно интересно Кингуша паниш И это финал Молодец Выигрывает Кингуша Турнир по Mortal Kombat Киев Кап 2 Поздравляем его Никита второе место И вот такой вот пафосный Фаталити От Кингуши Смотри на мои крюки Называется Что же ребята Киев Кап 2 Закончился Поздравляю Тех кто принял участие Кто не победил Спасибо Спасибо